Это чудесная гармония, выражение могучего духа рабочего класса, сказал когда-то Максим Горький о «Газпроме». Дом государственной промышленности является примером удачной планировки административных зданий. Он был первым небоскребом в стране. Этим зданием стоит гордиться, особенно если знаешь его историю. А ты знаешь? А? 21 марта 1925 года Украинский экономический совет поручил Высшему Совету Народного Хозяйства подготовить проект здания Дома государственной промышленности. Через полтора месяца объявили всесоюзный конкурс проектов Дома гиганта. Для победителей были предусмотрены премии. Победил проект незваный гость ленинградских архитекторов Серафимова, Кравца и Фельгера. Решения по внесению изменений в проект в связи с уточнением рельефа велись прямо в бараке рядом со стройкой. В здании предстояло разместить 22 республиканских треста, 10 наркоматов, правление промбанка и других организаций, залы совещаний, техническую библиотеку и другое. Глядя на «Газпром», трудно поверить, что здание начиналось строиться лопатами и ломами. Железобетонное здание, имеющее 4500 оконных проемов и 17 га площади остекленения, было построено в период с 1925 по 1928 года. В 1934 году, когда столицей стал Киев, правительство из «Газпрома» выехало, и здесь расположился обл. исполком. С началом оккупации «Газпром» опустел. Попытки фашистов взорвать или поджечь здание закончились ничем. По военной легенде, некоторое время единственными обитателями «Газпрома» были обезьяны, бежавшие из зоопарка от голода и холода. Это здание, выполненное в стиле конструктивизма, отличающейся богатой пластикой фасадов, гармонией форм и совершенством пропорций, стало не только визитной карточкой Харькова, но и памятником архитектуры мирового значения. Все хорошо. А вот легенда о том, что подъезды «Газпрома» повторяют гимн интернационалу каким-то образом, это, собственно, полное вранье. Красивое вранье – еще одно отличие нашей страны. Правда? Давайте. Давайте. Хорошо. Говорит. Пять минут, пожалуйста, подождите. Хорошо, спасибо.